МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, пару недель назад, буквально, в рамках этого же проекта, в этой персоной, беседовал с сенатором Нарусовой. И она сказала, что политикой должны заниматься юристы, журналисты, люди, которые специально для этого подготовлены. У нее такая фраза прозвучала. Вот он вчера штангу подымал, а сегодня в Думе сидит. Я думаю, штангистов-то нет у нас в Думе. Она, наверное, вас имела в виду. Я думаю, что половина депутатов Государственной Думы подымала штангу. А может, и больше. Даже если женщин взять, как минимум, которые хоть немножко были со спортом связаны, хоть раз, но штангу в руки брали. Ну, вы уходите от вопроса. Нет, я не ухожу. Должно ли быть специальное образование у парламентарий, так сказать? Ну, должно быть. Но дело в том, что у нас немало комитетов, и они все профильные. Поэтому одних, как вы выразили, журналистов и юристов на всю Думу не хватит. То есть, как бы, их знания не будут в полной мере отображать ту гамму вообще вопросов и законов, которые приходят в Думу и там обсуждаются. Поэтому там есть и артисты, и спортсмены, о которых, видимо, шла речь. Там есть юристы, артисты, певцы. Там есть учителя, космонавты, муниципальные служащие, бывшие губернаторы. И много-много-много людей, которые так или иначе занимались в какой-то, если на первый взгляд посмотреть точки зрения, совершенно разной деятельностью. Но в своих субъектах, откуда они избирались, они снискали определенную известность и, вероятнее всего, уважение, раз уж про них не только говорят, но и за них проголосовали люди. Журналист, вы же очень много общаетесь с журналистами. Он, имея те или иные политические пристрастия, должен, допустим, в разговоре с политиком их обозначать? Или он должен быть, как бы, то, что называется, над схваткой? Вопрос схватки-то вам понятен. Совершенно толерантен, да? Нейтрален, вы хотите сказать. Ну вот, да, вот, как вы по-вашему? Нет, почему? Журналист может высказывать свои политические пристрастия. Другое дело, что его собеседник может или опровергать, или поддерживать эти пристрастия, взгляды. То есть в процессе возникает некий дискусс, когда ведущий, в данном случае журналист, и это его задача. Может быть, эпатирует или, скажем, немножко вызывает набой того, с кем разговаривают. Интервьюируемые... Не могу выговорить. Я сам не могу. Очень сложно. От того человека, у которого, в общем-то, берет интервью. Да. И это нормально. Потому что иначе все это общение превратится в скучный, никому не интересный процесс. Ведь, когда вы сказали о госпоже Нарусовой, вы четко знали, куда ударить. Хотя я не то, чтобы на эту тему излишне возбудился. Но в вопросе штанги подобные утверждения я слышу периодически, всегда. Со стороны неких интеллектуалов таких. Они бывают реальные люди из интеллигенции, может быть, артистические богемы. А бывают просто такие комнатные, кухонные философы. Но, тем не менее, на уровне вот на этом существуют некие, я бы сказал так, штампы в отношении спортсменов, артистов в том числе. Я не исключаю, что это плод средств массовой информации, которые тоже однобоко освещают процесс. Но мы вам все виноваты. Нет, вы не виноваты. Дело в том, что сами люди достаточно известные, спортсмены, артисты, они являются зачастую первопричиной тех публикаций, которые появляются в СМИ. И СМИ не так часто интересует такая, знаете, так называемая сегодня, может быть, скучная семейная или общественная жизнь того или иного известного человека. Вот их интересует клубничка. Вот это же обсуждается, вот это грязное белье, оно переворачивается. А все остальное совершенно не берется в расчет. Потому что если я в бытность общения с господином Шнуром, да, Сергеем, четко знаю, что это высокоинтеллектуальный человек, тем не менее очень серьезный и патирующий публику. Причем мне вовсе не нравится, как он это делает, но в в целом-то в жизни он совершенно другим, является другим человеком, понимаете. И эту часть его жизни СМИ не обсуждают. То есть его выставляют на всеобщее обозрение, как некого матершинника, хулигана и все остальное. И его люди в итоге знают по этим публикациям. Недавно у меня жена ходил, я был в отъезде, я бы обязательно сходил на эту выставку, выставка Сальвадора Дали. Так вот, в бытность еще молодым художником Сальвадор Дали рисовал очень даже такие сносные картины в плане реализма, назовем так. То есть на этих картинах было все понятно. Хотя и сейчас, если взглянуть на его этого слона с такими тонкими ножками или тигра вытаскивающего, выскакивающего из тигра, из пасти, но что он имел в этот момент и под каким ощущением это все вписалось, возникает очень много вопросов. Ну, примерно как у меня, например, как у человека приземленного, много вопросов к черному квадрату Малевича. Однако, определенная часть общества глубокомысленно стоит вот с таким видом напротив. и что-то там в этой картине усматривает. И вы знаете, мне запали слова Сальвадора Дали после того, когда он встретился с Пикассо. Он сказал, мир состоит из такого количества, кажется, кретинов или идиотов, что, а, как-то он так назвал некоторую, ну, немалую часть человеческого общества, что я, говорит, он про себя это говорит, буду последним кретином, если я не стану это использовать. И он начал рисовать этих слонов на тонких ножках, там, сюрреализм какой-то, но не а-ля Пикассо, но что-то такое свое изобрел. И в итоге стал известным, понимаете. Вот, видите, именно эти картины эпатировали публику и сегодня наиболее известны. Они те ранние картины Сальвадора Дали, на которых дерево – это дерево, там, море – это море, понимаете. Вот, я, может, далеко ушел в своих рассуждениях. Вы ушли и меня увели. Но я вам говорю о том, что как человека сегодня представят средства массовой информации, так и будут его воспринимать. Вот вы упомянули представителей, богемы, артистов в Думе. И я вот хотел бы узнать насчет Максаковой и ее мужа. И личного общения. Вы общались с ними, когда были коллегами, нет? Не общались. И они меня звали на свадьбу, я не пришел. Дело в том, что я считаю, свадьба – это очень личная. И иногда меня друзья, некоторые мои друзья, их не так много, их двое, у нас просто разные взгляды на жизнь, но нам не мешает дружить. И высказывание того, что на большом событии обязательно должны быть нужные люди, или, по крайней мере, нужно создать антураж, что тебя все знают, а ты знаешь всех. Это признак очень больших празднеств, и не только празднеств, а некоторых таких великосвестских мероприятий, собраний, дней рождений, свадеб и прочего, где присутствуют люди, которых вы можете знать лишь в лицо. Но они приглашены, и люди туда приходят, потому что они приглашены, потому что это надо, потому что там можно встретить нужных людей. На моих мероприятиях, типа дня рождения, тем более моей свадьбы, таких людей, ну, их просто не было. И не будет никогда, потому что мне нужно, чтобы там были искренние тосты, пожелания и живое общение. Вот если говорить о, допустим, Вороненкове, Максаковой, я именно по этой причине не пошел на свадьбу, потому что я не представлял, я не являлся другом семьи, и мое место там было совершенно лично. Вы считаете, вот этот отъезд в Киев и все последующие заявления, события, они нанесли урон репутации вообще парламентария российского или электорату все равно? В глазах общественности, конечно, нанесли, безусловно. Опять же, смотря как это представить, и смотря как это представляют средства массовой информации, мы будем всегда, я буду всегда вас соотносить к этому. Дело в том, что сегодня общество потребляет этот контент, продукт, который вы в том числе тоже производите, и от этого очень многое зависит. И между строк читать находится время далеко не у всех. Этот отъезд, он совпал с негативом абсолютно. Я четко знаю, что люди восприняли это негативно, потому что выступления господина Вороненкова говорили сами за себя, что ему мешало это делать в России. Ну а там кровавые гыбня. Ну, вы же понимаете, да? Ну, однако, на тот момент у него была депутатская неприкосновенность, и ему это ничего не мешало. Высказывать эти мысли вслух. Однако он этого не делал. Поэтому я-то, в принципе, критически относясь к таким вещам, откровенно посмеивался и искал первую причину подобных высказываний совершенно в других вещах. И, наверное, все-таки вот это примерно, примерно и та ситуация несчастная, которая с ним произошла, она мне очень напомнила историю с Немцовым. Она мне очень напомнила историю с Немцовым, что и, как правило, такие вещи, как ни странно, они происходят зачастую под шумок. Знаете, в 90-е годы это называлось постановкой. То есть, возможно, что за этим кроются исключительно экономические разборки, которые были переведены в политический сектор. Вы упомянули шнура и известного ненормативной лексикой. Мне сразу возник вопрос. Вот здесь, на реме... Я не хочу ненормативной лекции. Она, кстати, звучит иногда на тренировках? В углу? Нет, на тренировке. Нет? Нет, наверное, звучит. Иногда, может, и бывает. Вероятнее, но это редкость, поверьте. Это редкость. А в парламентских кулуарах? Великий русский язык. Да, я так считаю. Я считаю, что крепкое словцо, сказанное вовремя и в тему, оно скорее украсит речь, чем ее объединит. Поэтому неспроста некоторые защищались, ну, по крайней мере, диссертации писали по ненормативной лексике. Она была, есть и будет. Это неотъемлемая часть нашего, не сленга даже, это нашей культуры, языка. И, знаете, мне больше всего нравится, что с помощью этой лексики мы можем даже отобразить нечто, что никогда не в состоянии понять какую-нибудь иностранец. Потому что ту богатую палитру, которая может означать всего лишь одно слово, сказанное, или немножко с разной интонацией всего лишь, но примерно с одним и тем же окончанием. Ну, я не знаю ни одного языка мира, где бы существовала такая практика. Ну, я нехорошо знаю языки, точнее, может быть, но, по крайней мере, я про это не читал. У вас вы упомянули, что есть два ваших друга, да, это не товарищи, приятели, вот два друга, которые вне поля общественного интереса, да, вы упомянули двух? Нет, я сказал, что у них существует просто свое мнение на этот счет. И это правильно, я за это уважаю. Кто-нибудь вообще из вашего ближнего круга, я не знаю, может быть, из родных или из людей, чем мнение Амцена, когда-нибудь вам говорил про ваш поход в политику, там, Коль, ну, нафига ты пошел тогда, зачем? Или таких не было? Безусловно. Но, знаете, не было ни одного человека, который бы отговаривал, просто ведь они меня знают, что если я уже взялся за что-то, я это сделаю. Таких, кто отговаривал, не было. Может быть, были некие сомнения, что я в этом результате могу как-то измениться, в худшую, видимо, для них сторону, с точки зрения дружбы и всего остального. Эти сомнения очень быстро развеялись, потому что на сегодня уже шестой год такой активной политической деятельности, ничего в нашей жизни, в дружеских отношениях не поменялось. Мы как общались, так и общаемся, и их страхи были абсолютно надуманы. Вашими связями пользуются? Вам приходилось депутатские запросы писать по просьбе? Я не делаю депутатских запросов, если они направлены на решение, вот так сказать, шкурных вопросов. Мы их так назовем. Вы прекрасно поняли, о чем я. Все остальное, да, пожалуйста. Мне миллион приходит жалоб, просьб, если они укладываются в этику, и некий наш регламент депутатский, я обязательно запрос напишу, если даже это касается, не обязательно, там, Ленинградской области, Брянской, или там это Кузбасса. Ну, это так, три области, которые очень близки. Это может быть Камчатка, Дальний Восток, Калининград, неважно, потому что у многих людей бывает последняя инстанция, это депутат. И они думают, что вот этим запросом может все и решиться. И иногда, ну, по крайней мере, в 50% вопрос все-таки решается. По крайней мере, в результате некоего произвола чиновничьего, все-таки на него обращают внимание, и чиновники по-другому, с другой уже, через другую призму смотрят на этот вопрос. Российский депутат, по вашему мнению, от западного отличается, или это в целом, ну, условно говоря, одна, скажем так, ну, порода людей? Если брать там какое-то объединяющее римское право, которое существует в энном количестве государств, то нас это объединяет абсолютно. И как пороки, так и положительные стороны депутатской деятельности существуют абсолютно во всех странах. У вас в Киеве остались друзья? А у меня не было там друзей. Не было? Да. У нас у всех там были друзья. Нет, так уж вышло, что друзей в Киеве нет. Но я с прискорбием узнал, что фотографии со мной были использованы в борьбе против одного из руководителей одного подразделения или как областного отделения тамошней полиции. И одна фотография со мной давнишняя стоила ему должность. Только потому, что он, как бы условно говоря, с вами знакомый. Нет, он фотографировался. Фотографировался? Да, эта история была не так давно, но я пожалел, как же так. Вот человек расплатился за одну единственную фотографию. Он фотографировался со мной в то время, когда еще не случился Майдан, он фотографировался лишь как с бывшим чемпионом мира. Ну да, как пополонник и фанат, да. А может тогда на старое фото. Но это стоило ему должности и уровень истерии, вы представляете, да. Но уровень во власти частенько случаются вещи, когда люди, расталкивая локтями, идут к заветной цели, не взирая на цели, средства разным путем и зачастую очень таким мерзким. Печальная история. Во второй части передачи мы, я надеюсь, поговорим о более приятных материях. Ну давайте, попробуем. Итак, о материях, как я надеюсь, приятных. Смотрите, ваш первенец... А в высших материях? В известном смысле, да. Ваш первенец появился на свет в 2002 году. Через пять лет появилась дочь. Вы хотите усмотреть в этом? Ну логика... Еще через пять лет, сын, вот в 17-м году мы ждем еще одну дочь или нет? Нет, уже не ждем. Потому что логика развития событий подразумевает. Не ждем, не ждем. Решили остановиться. Знаете, я все-таки понимаю, что я буду безответственным человеком, если поступлю еще, родив. Почему? Я раньше воспринимал, может быть, пока они были маленькие, это так. Ну, можно в конце концов помочь жене, наняв няню. У нас прекрасная няня Наташа. Она очень много дает нашим детям, невзирая на то, что Гриша уже огромный, 15-летний, высоченный, уже бородатый подросток такой, ну, брутальный. У него ранняя такая поросль на лице. Но при этом еще ребенок. И она и с ним нашла язык. И она полностью вела Иру. И сейчас ведет Сережу. И разгружает очень Галю. Потому что вот тот возраст, пятилетка между ними, они хоть и играют вместе, но их занятия кардинально разные. Я думаю, да. Учитывая, что в центре дочь, то есть это девочка. Понимаете, поэтому нам приходится Сережу везти туда, Иру сюда, а Гришу сюда. И вот такой разрыв. При этом за ними надо следить, воспитывать и все остальное. А папа у нас такой, воскресный и на выходные, ну нет, не выходные, там, отпуск. В лучшем случае какие-то праздники новогодние. Вот это тяжелая история. Тяжелая и с моей стороны это определенная ведь недоработка. Ну а как? Здесь в Москве мы посчитали с моими разъездами и моей такой медийной загрузкой и всем остальным. Они видят меня, будут видеть чуть больше, чем в Санкт-Петербурге. А мне надо будет туда возвращаться, потому что там дом родной, земля, я оттуда. Как-то вот абсолютно порвав и уехать оттуда, и взяв с собой еще и, допустим, мою маму, поселиться в Москве, мы себе такой доли вообще не рисуем и не видим себя москвичами даже близко. Поэтому я один-единственный пока Санкт-Петербургский, ну, Валуев наехавший, понаехавший. Поэтому я здесь как бы не оседаю, живу на съемной государственной квартире, которая является служебной. И не строю планов на будущее. Вот будущее я имею в виду с Москвой. Поэтому буквально как только пятничное заседание Государственной Думы заканчивается, я быстренько на поезд, доезжаю до аэропорта и улетаю домой. Что-нибудь общее у них троих есть? Конечно. Ну, помимо ген. Понятно, что гены у них общие в характере, в темпераменте. А у них много общего. Много общего с точки зрения, что они все три очень добрые, такие отзывчивые дети. Папу? Нет. На самом деле у нас чрезвычайно широкой души мама. Она благодаря своему взрывному характеру умудряется этих... Взрывному? Взрывному, да. То есть если бы у нее характер, они бы помыкали ей как могли вообще. Поэтому все-таки худо-бедно она с ними, с троими умеет справляться. Насчет взрывного характера, как-то у меня сомнения, потому что легенда гласит, что вы на второй день после бракосочетания уехали с тестем на охоту. А это не мешает быть... Ничего себе. Я бы не сложно представить себе жену, которая бы вот так вот спокойно к этому отнеслась бы. Если об этом... Смотрите, взрывной характер, если я не прав. Ну... Такая здесь вы были правы, да? В той ситуации. Это та мера права, которая не оспаривалась никогда. Потому что мы поженились спустя два года нашего общения. И Галя уже прекрасно понимала, что меня проще отпустить куда-нибудь в лес, чем видеть потом меня издыхающего, потому что я там не пособирал грибов, не половил рыбы или еще что-то. Отпустить в лес, это вообще приключающий фактор. Отпустить в лес, тем более с тестем, да. Все нормально. Да, в тот момент все так и происходило и происходит до сегодняшнего дня, только с той разницей, что теперь в эти поездки я беру своих детей. Ну, не всех, наверное, только мальчиков. Почему? Ира с нами теперь уже. Ирина Николаевна присединилась. Были бы сейчас как-то, Янов на телефоне мог бы вам показать недавние весенние выезды даже на охоту, когда и Гриша, и Ира, они были со мной. Вот сейчас уже кончился учебный год, и у нас традиционная поездка предстоит на Воксу. Там куча островов. Есть у вас какой-то любимый гранитный остров? Да, у нас есть, но он не гранитный, но там есть насыпи, которые оставил ледник. Они гранитные, да, из камней. Там мы ставим палатки. Ира полноправный участник этого процесса. Надеюсь, что уже на следующий год будет Сережа. Гриша, например, на этот остров впервые выехал, когда ему было 4,5 года, что ли. Прекрасно себя чувствовал и не хотел уезжать. Кстати, насчет тести. А почему предложение было сделано тестью и в бане? Это же уже, знаете, вызвали мне некую легенду. Это было все так и было. Никто ничего не соврал, потому что я действительно соблюдал простую формальность, когда все прекрасно понимали, что выезд на дачу будет сопровожден неким событием, предложением, в конце концов, узаконить уже вот эти отношения, которым срок уже 2 года. Это понимала Галя, это понимала тесть. Но Галя просто удивилась, почему сначала это сказали тестью, а ее поставили перед фактом. Но это была такая форма шрутки. Почему? Какая баня? Там не было никакой бани. Не было бани? То есть это легенда, да? Это легенда. Мы разговаривали на эту тему вообще на берегу речки, ловя, не знаю, кушков на донку. Придя уже назад, собственно говоря, я жену поставил перед фактом, что этой осенью у нас состоится свадьба. Как-то, видимо, я еще и так стеснялся, что я в другой форме, в некой там... Бывает же, это делает очень романтично как-то. Я не умею обставлять романтичные вещи. Ну, кольцо-то было, наверное. Вот-вот не было кольца, не было никакого кольца. Я до сих пор не научился толком дарить цветы, но вот за последнее время стал исправляться. Я приезжаю домой. В аэропорту есть замечательный, ну, в Пулково, естественно, такой ларек 24 часа. Точнее, если я даже в 2 часа прилетаю, цветы можно купить. Я покупаю цветы и еду домой с цветами. Но это вот за сколько уже, больше 15 лет совместной, это только единственная романтика, которую я смог из себя выжить. Это совершенно не означает, что я какой-то мужлан, неотесанная дубина. Просто я по-другому выражаю свои чувства. Вот и все. И ваш, кстати, ведь ваш отец ушел прям накануне боя, за день до... Так точно, за 2 дня до боя. За 2 дня до боя. И были у кого-нибудь из родных или близких, опять же, люди, которые вас хорошо знают, сомнения, что вы выйдете на ринг после... Возможно, и были. Я этого не знаю. Я не знаю. Мама не хотела, чтобы я знал до боя. Но я же приехал. Ну, вы это как-то... То есть она вам не сказала, вы это вычислили просто по... Потому что приехал. Просто приехали пообщаться. Это ведь традиция была, на самом деле, приезжать. Да, приехать и сразу домой. Понятно. Это... Вы этот бой помните? Он... Или он среди всех прочих ваших... Да, я его помню. ...выходов на ринг, он ничем не выдающийся. Ну, он был уже в какой-то степени... Мне было же даже легче, потому что я дрался вновь против соперника, с которым встретился в финале чемпионата России. Я уступил 3-2 по очкам Лезину, это парень с Ульяновска. И точно так же 3-2 я ему уступил на «Игры доброй воли». А через... Ну, уже на следующий день я узнал, что я дисквалифицирован, потому что немцы меня узнали. Я приезжал к ним, проводил профессиональный бой. И как бы его там не называли, шоу-бой или что, он был проведен по профессиональным правилам, всего 4 раунда. Но я нарушил регламент любительской федерации, меня дисквалифицировали. У вас как у спортсмена ошибки были? То есть вот вы сейчас... Конечно. ...вы знаете, что вот это я тогда ошибся. Конечно. И я всегда себе не нравился. Не нравились на ринге? Конечно. Почему конечно? Это моя сущность. Я вообще не нравлюсь себе ни в чем. То есть, наверное, это... Это здесь, да? Желание постоянно что-то сделать получше, чем было вчера. Хорошо. А как у отца у вас ошибки были? Как у отца? Ну да, что-то вы сделали неправильно. Конечно. Что? Знаете, работу над ошибками я сделаю позже. Когда вырастут дети, это будет позже. У меня есть возможность. Как вы уже справедливо заметили, у меня различие у детей 5 лет. К сожалению, той ошибки, которую я совершил, допустим, если с Гришей, я уже не повторюсь с Сережей. Ну и тем более с Ирой. А как у мужа у вас ошибки бывали? Вы бывали неправы по отношению к Галине? Конечно. Абсолютно. Как вы здесь справляете? Ну, во-первых... Если вы цветы дарить не любите, то как? Ну, одних цветов. Слова и цветы – это все антураж. Это, знаете как, надо не словами, а делами доказывать. И некоторые вещи и слова, сказанные, может быть, в адрес жены, я впоследствии пожинаю до сих пор. С одной стороны, может быть, они были сказаны совсем не со злого умысла, но они были сказаны, как это говорят, не подумав. Они глубоко засели у нее внутри, и в случае чего они всплывают наружу. И я жалею в этот момент, что я тогда был настолько дурашлив, что сказал подобное. То есть в женщине это все сидит глубоко. Единожды, если вы сумели как-то ее чем-то задеть, вам может безмерно казаться, что она забыла. Нет, они не забывают. Не забывают? Нет, они не забывают. Я надеялся, что забывают все-таки. Не забывают. А жена, дети смотрят фильмы о вас, интервью с вами телевизионные? Нет, не сто процентов. То есть попадется, если им на глаза, они смотрят. А я специально, вот, например, наше с вами интервью, я не буду говорить, Галя, посмотри это интервью. Я тоже этого делать не буду, потому что я уже к этому сам привык и не воспринимаю это как некое мегасобытие в жизни. Дело не в этом. Может быть, мне нравятся те вопросы, которые вы мне задали в первой части. Мне было интересно на них отвечать. И сейчас интересно, хотя вот на вот эту часть я уже много раз давал ответы. Я думал, что вас на самом деле достали вопросы все время про размер обуви, про авиационные кресла. Я от вас вообще не ожидал таких вопросов. Нет, так я их и не задаю. Мне кажется, что вот этот набор должен был реально достать. А просто про семью-то вы, мне кажется, не очень любите говорить. То есть вынуждено... Вынуждено, отвечаю, сам не начну. Это все-таки такое, оно очень личное, что ли. Почему я должен вставлять это на... Вы же понимаете, что человек, который вышел на ринг, на сцену, появился на экране. В вашем случае уже в истории в шоу-бизнесе есть, вы и в кино снимались. Какая-никакая есть. И уж не говоря про политику, он обречен на то, что его будут со всех сторон... Поэтому я вам отвечаю. Да. А, кстати, у него нет мысли о возвращении в шоу-бизнес, если мы говорим про кинематограф или съемку в рекламе? Только лишь это будет, если это будет действительно хороший продукт, а не оба что-то. То есть я могу сыграть короткую роль, но только в случае, если она будет интересна, если она будет какая-то вот своеобразная. Если мне покажется, что я там себя вижу. Или большую, но уже с маленькой поправкой. А будет ли у меня на это время? А, вот так вот. Понятно. А вы сказали, что вы себе не нравитесь. А как актер вы себе нравитесь? Ну, то есть то, что вы вот играли в кино. Отчасти, отчасти. Знаете, мне гораздо важнее не самоощущение себя, а все-таки, если получилось, не лезть, а реальная оценка, хороший отзыв со стороны. Значит, получилось, если людям понравилось. Я сумею отличить лезть, поверьте. Я видел в каком-то из документальных фильмов вас фотографии Григория Николаевича. Он похож очень, мне кажется, на вас, школьника. То есть вот губы там. Очень, очень, очень. С той же разницей, что Сережа не похож. А Сережа не похож? А он вылитый Галя. Вообще вылитый. А вот вы в кино видите Григория? Или вообще на сцене, или где-то вот, условно говоря, шоу-бизнес? И считаю, что политика – это тоже шоу-бизнес, мы с вами когда-то говорили на эту тему. Ну, это же зависит от него. Хорошо. Вы все-таки, мне кажется, такой интерес, который… Не я могу видеть его. Олли, то есть вы не считаете себя давящим отцом? Я не считаю себя отцом, который потащит за уши туда, куда ребенок всеми фибрами сопротивляется. Я дам возможность попробовать себя. И если там зацепиться и понравится, то я тут буду помогать. А тащить против шерсти я не стану. В его возрасте я даже приблизительно не мог знать, что ждет меня в будущем. Вы в 15 лет были самым высоким в классе, на голову выше других. Это было проблемой. Я насколько понимаю, нет? Это не было проблемой, потому что заведения, в котором я обучался, таких было полно. Там были волейболисты, баскетболисты. Там были грибцы, которые не менее огромные. То есть я не был экстра-одинарным человеком. В классе я был самым высоким, но явно не в спортивном интернате, в котором обучался. Так что мне там было легко. А Григорий он является самым в чем-либо, вот не знаю, если не самым высоким, то самым, я не знаю, спортивным, самым умным, самым хитрым, самым каким-нибудь самым, нет? Самым. Может быть, он от меня это скрывает, но самым-самым в чем-то. Вашу школу когда-нибудь вызывали? Естественно. Ну, он хулиганистый человек у нас. Вот я вот только к этому и веду. Это, да, присутствует он. Готов идти на конфликт с учителями, все, отстаивая, пускай даже неправильно, но свое мнение. Да, он со своим мнением человек. Кстати, мне это нравится. Пускай он делает ошибки, но он гораздо более в этом плане раскован и смел, чем я в его возрасте. Вы так думаете? Я так знаю. А вот когда он занимается спортом, это как-то проявляется, вот это качество? Тут все зависит от мотивации. Вот он сейчас ловит мотивацию, как и все подростки в его возрасте, да? Он хочет нравиться окружающим, поэтому он с удовольствием ходит на ОФП, берет уроки борьбы. Ему это нравится. А друзья вот дома, вы дружите с кем-то, у кого есть дети такого же возраста? То есть у вас есть вот этот клуб, условно говоря, клуб детей? Я уже сказал, что это родительский класс, которому учатся Гриша. Плюс к этому у нас странным течением обстоятельств, некоторые родители также через пятилетку родили детей, они у нас учатся тоже в одном классе. Общий интересный совершенно. Да, да. И есть соседи, почти по возрасту похожи, с Гришей и с Ирой. У нас есть крестные и перекрестные, как мы их называем, да, потому что мы крестили их детей, они крестили наших детей, мы дружим с семьями, и там все мальчики, правда, а у нас есть девочка. Но это не мешает. Это не мешает им замечательно общаться и как-то вот так между собой дружить. Вы знаете, мы в первую часть нашего разговора посвятили политике, и я вот что хочу сказать. Я когда слышу разговоры про то, что мы в очень тяжелом положении сейчас оказались, ну, после Крыма, после санкций. Да, мы это страна. Мы оказались в тяжелом положении. Что вот у нас совершенно экономика, она вот еще Гайдара Чубайсами была разрушена, и, в общем, сейчас экономический блок тоже, в общем, в правительстве не очень погоден. И когда говорят, что вот это все очень плохо, и что мы вот почти вот страна инвалид, я вспоминаю, что Валуев проводил чемпионские бои без правой руки, фактически только с одной левой, одной левой рукой. И знаете, вот это знание, что Валуев с одной рукой побеждал, как-то вселяет в меня и уверенность в нашем общем будущем. Спасибо вам. Поверьте, и в меня точно так же. Победить нас невозможно. Очень надеюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова